Смотрите, чтобы быстро научиться чему-то, нужно разучиться. Вот то, что вы сейчас говорите, ну как, надо же там, не знаю, работать или там. Что предприниматель это кто? Большие риски. Как же, ну можно же там, ну вот это вот все потерять, там не знаю, все сломается, испортят, придут эти бандиты, из 90-х на машине времени приедут, там, и скажут, давай деньги, там, еще что-то такое. Это нам кто-то все сказал. Нас кто-то всему этому научил, что оно вот так вот, что это все страшно, плохо. Дядя Петя, который нам платит 10 тысяч там, когда мы как рабы работаем, он говорит, да ты что, это вообще, я там по налоговым целыми днями, целыми днями такой. И такие руки такие пухлые, такие, знаете, в маникюре все, целыми днями вот там. И мы так смотрим, да, да, страшно, не дай бог мне там оказаться в этой налоговой. Но кто был в налоговом, знает, там ничего страшного нет, там сейчас нормально, люди вообще туда ездить даже не надо. В интернете все делаете там, 4 раза в год, посылаете им и все, никуда они не ходят уже, ну то есть все нормально. Вот, то есть чтобы чему-то быстро научиться, нужно разучиться от старых дурацких установок. Они нас часто тормозят больше всего. Вот. Чтобы научиться новой профессии, которую мы не знаем, и нам кажется очень сложно научиться там чему-то новому. Нет, это часто, если с природой связано, это вообще несложно. Погрузитесь в эту атмосферу, съездите на пару семинаров там каких-то. Я знаю, что вот у нас там в Череповце проводят там какие-то хакпоинт. И все, кто более-менее там связаны с программированием, они там все собираются и тусят там целыми днями там. И вообще, у них прорывы просто, понимаете, синергия возникает. Они вроде там конкуренты друг к другу, а по факту образуются новые союзы, там компании, они начинают что-то там обслуживать. Парни молодые вообще. Ну и не молодые, ну то есть тусовка, у них, они учатся друг у друга. Вот. Следующий момент. Нужен обязательно наставник. Если вы хотите чему-то научиться, у вас должен быть наставник в деньгах. Как определить наставника? Он должен зарабатывать не меньше, чем в 10 раз, больше, чем вы. То есть, если вы зарабатываете 30 тысяч рублей, найдите человека, который зарабатывает 300 тысяч и спросите его, как мне быть. Можете ему рассказать про свою природу. И он поможет вам занять вашу природу. Если он опытный человек. Не обязательно. То есть, иногда это за 100 тысяч, иногда он может инвестирует в вас деньги. Иногда он просто вам будет, ну это ваш друг может быть просто. Ну какой-то хороший человек, он к вам хорошо настроен. И вы можете с ним связываться. И смотрите, как это сделать. У меня прямо сейчас к вам просьба. Вот кто хочет поменять свою судьбу финансовую, да? Это крейма на карма, это возможно. Прямо сейчас на листочке, пожалуйста, вы пишите 5 имен людей, 5 имен людей, которых успехи материальны больше, чем у вас. И с которыми вы можете посоветоваться. Как вам относиться к деньгам, например. И как это сделать? Вы можете выполнить это задание сейчас? Да. Это невозможно. Это невозможно. Нет. Окей. Вам нужно будет с ними связаться. Вот сегодня на выходе из этой комнаты. И сказать, Иван Петрович, здесь написан текст, видите? Вы можете его переписать себе в телефон. Вы супер профессионал масляного массажа. Вот это меняете. То есть если вы там столеру пошлете, что он масляного массажа, специалист, он вас не поймет. Мне очень нужно с вами посоветоваться. 10-15 минут. Скажите, пожалуйста, где и когда мы можем пообщаться. С меня травяной чай. Ну, с плюшками. Ну, то есть он вас, чтобы этот. Можете молочный коктейль. Вот. За ваш счет. Может, вам его придется накормить обедом. Это тоже нормальная вещь. И спросите. Вот я, знаете, хочу сейчас поменять немного свою жизнь. Вот у меня склонность вот к этому. Вот поделитесь, как у вас получается. Какие принципы? Человек охотно, если его спрашивают советы, он делится внутренними принципами. Почему у него получается то, что получается? У каждого преуспевающего человека в любой сфере у него есть внутренний его как бы секрет успеха. Кто-то скажет, знаете, надо просто делать. Ну, делать-делать. Не бояться там, например. Может, это будет единственное, что он скажет. Но отличие от того, что вы прочитаете это в книжке, потому что для него это реализованное знание, вигьяна, которое работает. И это работает так же, как в духовном смысле. Знаете, одно мгновение общения с чистым преданным хватает, чтобы там и жизнь ваша изменилась. Вы поняли, что это всё правда. Про Кришну оказывается правду всё. Так и здесь. Когда вы встречаете человека, он говорит, да всё нормально, смотри. Надо просто вот так и вот так просто делать. И это на самом деле не так сложно. У тебя, может быть, это внешне будет выглядеть по-другому. Но просто вот посмотри на это с этой стороны. И вы просто смотрите, а человек всю жизнь так делает. И вас пробивает. Так это же правда оказывается. Вот я дурак. То есть у вас будет своё открытие. Пять человек. Задание на сегодня. Записать и позвонить. Почему пять? Вам десять. Не, ну всё-таки я хотелось понять. Это спонтанное число. Просто один это вообще ни о чём. Двадцать восемь слишком много для вас сегодня. То есть имеется в виду, что каждый что-то скажет. А от каждого может... Да, вы можете просто обобщаться с пятью людьми. В течение пяти дней можете с ними встречаться. И спросите у них. Вот я вот хочу... Как-то вот не могу понять. Может, в России вообще реально зарабатывать или нет. Вот у вас получается. Что вы думаете? И просто послушайте, что вам скажут люди, у которых есть реальные успехи в этом. Ну, по возможности подбирайте людей благочестивых. Ну, то есть если вы там какого-то странного человека, который странными какими-то делами, мутными ночами занимается. Фасует что-то там незаконное в пакетике там. Ну, он вам может странные советы дать. Ну, такое, чтобы он в пределах принципов регулирующих работал. Ну, вот. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ